Дачная амнистия. Каковы условия для оформления прав граждан на земельные участки, расположенные на них жилые дома, гаражи и иные хозяйственные постройки? Об этом рассказала начальник межмуниципального отдела Республиканского Росреестра Радима Хохандукова. Дачная амнистия. Наверное, эту фразу знает каждый в стране, даже тот, кто не имеет дачи. В 15 лет в стране действует закон, согласно которому можно оформить право на недвижимость, дачу, земельные участки, гаражи и так далее. Сроки завершения этой программы все время сдвигались. Совсем недавно депутаты даже выдвигали такую идею, чтобы сделать ее бессрочной. Но каковы реалии на сегодняшний день? Я по вашему вопросу чуть-чуть вернусь в историю. Дачная амнистия у нас действует с 1 сентября 2006 года. И если по статистике проанализировать, она была проанализирована, более 14 миллионов объектов были зарегистрированы и поставлены на кадастровый учет за весь этот период. То есть дачная амнистия, народ так назвал дачной амнистией, упрощенный порядок государственной регистрации недвижимости в виде государственного кадастрового учета объектов и государственной регистрации права. С 1 сентября 2006 года не один раз продлевался этот упрощенный порядок. Последний раз у нас до внесения изменений, последний раз, когда сроки были продлены еще до 2026 года, он у нас действовал до 1 марта 2021 года. На сегодняшний день дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года. Это упрощенный порядок постановки на кадастровый учет и государственную регистрацию права объектов жилищного строительства. Если гражданин собрался построить жилой дом, раньше если дачная амнистия действовала именно на дома, которые были построены на земельных участках для садоводства, назвали дачные дома, то сейчас законодатель расширил этот перечень, сейчас этот порядок дачной амнистии действует на жилые дома, которые построены не только на землях для садоводства, но и на землях для индивидуального жилищного строительства, на землях личного подсобного хозяйства, которые находятся в границах населенного пункта. В чем заключается упрощенный порядок? Если по закону пройдет человек, гражданин, который собрался создать объект жилищного строительства, жилой дом, он должен в первую очередь обратиться в органы местного самоуправления и с уведомлением о том, что он планирует построить дом. После этого, когда он обращается с этим уведомлением, он составляет проектную документацию, технический план строит, после того, как он закончил строительство, он опять-таки обращается в те же органы местного самоуправления и уведомляет их об окончании строительства. Это касается и реконструкции уже построенного дома, если он собрался что-то поменять. Площадь, неважно что, реконструкция объекта жилищного строительства. Сейчас законодатель в упрощенном порядке, что это означает? Это означает, что он упростил человеку, он может не обращаться за уведомлением ни о строительстве, ни о планируемом строительстве, ни об окончании строительства. Он обращается к кадастровому инженеру, составляя технический план. И для того, чтобы поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на жилой дом, человеку необходимо два документа. Первый – это технический план на объект строительства. И второй – если у нас в едином государственном реестре недвижимости нет права зарегистрировано на земельный участок, на котором он построил дом, то документы, подтверждающие его право на этот земельный участок. Почему возникла необходимость продления дачной амнистии? С какими трудностями, на Ваш взгляд, сталкиваются дачники, если сроки оформления все время стригаются? Почему продлевается дачная амнистия? В первую очередь, это в интересах граждан. Это первая очередь, почему законодатель сдвигает. Время, именно когда гражданину дается возможность в упрощенном порядке зарегистрировать свои права на живые дома, вне зависимости, где они находятся. Тем более сейчас, как я раньше говорила, он расширил нормы, на которые они действуют. Хотя действует с 1 сентября 2016 до 2016 года дачная амнистия, но, тем не менее, на сегодняшний день очень много объектов жилищного строительства, которые до сих пор не стоят на кадастровом учете, и люди не успели, не смогли, независимо по каким причинам, не смогли зарегистрировать свою собственность, оформить, как полагается по закону, поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права. Здесь очень много моментов бывает, у кого-то проблемы с землей, раньше как выдавали, раньше росы, это росреестр, сейчас все данные в едином государственном реестре недвижимости, у кого что есть. Раньше то сельские поселения сейчас выписки выдают, например, на выделение их семейных участков. Разные организации, разные учреждения регистрировали право собственности, а сейчас это все нужно внести в единый государственный реестр недвижимости. Те, которые не успели, раз, те, у которых нет документов, тех же самых разрешительных, уведомительных, они просто взяли и построили себе дом, не зная, что нужно ходить по инстанциям, собирать какие-либо документы, получать разрешение, уведомлять о планируемых строительствах или уведомлять об окончании строительства. Это все законодатель делает, то есть продлевает сроки для граждан, для собственников, чтобы они успели, смогли без каких-либо больших затрат, без каких-либо больших препятствий зарегистрировать за собой свои права. Многих дачников волнует, тревожит вопрос, зависит ли оформление их недвижимости от даты строительства их недвижимости. Я еще раз хочу акцентировать внимание, что 19 декабря 2020 года вступил в законную силу федеральный закон 404-й от 8 декабря 2020 года о внесении изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости и федеральный закон о внесении изменений в градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этим законом 404-м, во-первых, продлили срок дачной амнистии, упрощенный порядок государственного катастрофа учета и регистрации прав на жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для садоводства, для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, находящихся на территории, в органицах населенного пункта. Вопрос в том, какие жилые дома подпадают, какой постройки, дата постройки, вне зависимости, когда был построен, в советские времена, сейчас построен, или планируется строительство. Они, если закончат, например, планируют строительство сейчас начать, но закончат до 1 марта 2026 года и успеют в упрощенном порядке зарегистрировать. То есть жилой дом, построенный вне зависимости от времени, какой порядок тогда существовал, почему именно законодатель указывает до 4 апреля 2018 года или после 4 апреля 2018 года, когда человек должен был там в разрешительном порядке, в уведомительном порядке позже, сейчас все в упрощенном порядке можно регистрировать. То есть гражданин, имеющий жилой дом, вне зависимости, когда он построил, имеет право зарегистрировать в упрощенном порядке до 1 марта 2026 года. Туда входят и новые дома, которые будут построены за этот период. Я бы хотела еще раз напомнить гражданам, что есть разные способы подачи документов в Росреестр для постановки на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на жилые объекты жилищного строительства, то есть жилые дома в упрощенном порядке. В первую очередь, я и раньше говорила, земельные участки должны быть в собственности у человека, на котором он построил или собирается построить жилой дом. Какие способы подачи документов в Росреестр? Первое, это через офисы МФЦ, находящиеся в районах и городах субъекта, то есть Карачаево-Черкесской республики. Это личное посещение, туда только в бумажном виде можно сдать документы. Следующий способ, это через почту. Те же самые бумажные документы можно переслать по почте в адрес Росреестра. Потом в электронном виде тоже можно подать заявление. Еще есть платная услуга, которая оказывается филиалом кадастровой палаты. Они выезжают по месту нахождения гражданина, чтобы он мог подать заявление на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости. То есть человек, если по каким-либо причинам не может выехать в МФЦ, по почте отправить в электронном виде, кадастровая палата приезжает и принимает документы. То есть все для граждан упрощается, идут навстречу, чтобы люди могли свои права зарегистрировать, свое имущество, чтобы они уже знали и были уверены, что это имущество их, и оно никуда не уходит. Второй момент, то, что я хотела бы обозначить, госпошлина, которая оплачивается, она небольшая, 350 рублей госпошлины для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности в упрощенном порядке.